Теперь обо всем подробнее. В Петропавловске заканчивается строительство теннисного центра, продолжается возведение жилых комплексов дворца школьников и уже расчищена площадка под новый театр и школу. Глава региона проинспектировал строительные площадки областного центра и посетил промышленные предприятия. Репортаж Кристины Горбаченко. На ПЗТМ готовятся к масштабной технологической модернизации. Руководство предприятия и области уже несколько месяцев ждут, когда в столице пройдет процедура согласования документов. Сегодня будет встреча в акционерном обществе Самру Казына, где должны решить вопрос финансирования до конца года. На покупку 39 единиц современного высокопроизводительного оборудования планируют направить 4,5 миллиарда тенге. При большей поддержке удастся реализовать эту программу для модернизации, мы тогда уже на уровне технологическом выходим примерно в одинаковый уровень конкурентоспособности с нашими, скажем так, партнерами на внешних рынках, с россиянами, с немцами, с китайцами и так далее. Без этого очень сложно с ними конкурировать. А еще смогут увеличить количество рабочих мест и в три раза объемы производства. Потенциал предприятия большой, но старое оборудование не позволяет развивать конкурентное производство, рассказывает Кумар Аксакалов. Поэтому в июле попросили поддержки у премьер-министра страны. По согласованию с президентом, нам будут выделены средства для двух заводов. Это завод ПЗТ и завод Кирова. И сегодня президент на дне индустриализации очень много говорил в отношении цифровизации. Цифровизация как раз таки. Вот завод имени Кирова, он может быть центром по развитию электронной промышленности. Реализовать программу «Цифровой Казахстан» и «Киберщит Казахстана» на заводе имени Кирова готовы. Для этого в цехах планируют наладить производство многослойных плат пятого класса точности. И построить фабрику по производству монолитных интегральных микросхем. А потом сможем делать всю номенклатуру электронной продукции. Делятся планами заводчане. Для выполнения этих задач по проекту модернизации закупят 299 единиц техники. 80 из них крупногабаритная. Это позволит нам реализовать очень масштабные такие амбициозные задачи, которые мы сейчас говорим. То есть это цифровизация, основа цифровизации, радиоэлектроника, электроника. Вот многие вещи, многие комплектующие можно будет производить на нашем заводе. Это очень важный проект, говорит первый руководитель области. Таких заводов по стране больше нет. Кировчанам сейчас нужно заняться капитальным ремонтом зданий. Руководство предприятия заверило. Весной приступят. Проект готов. В целом, Кумар Аксакалов отметил. Сегодня все индустриальные зоны Петропавловска нуждаются в модернизации внешнего облика. Должно быть по-современному. Чисто зелеными зонами. Только после этого можно привлекать крупных инвесторов. А вот и такой пример. В микрорайоне Жасоркен, это бывший ДСР, один из петропавловских бизнесменов. Решил восстановить долгострой по улице Жамбыла. Двухэтажное сооружение заброшено 8 лет. Наконец, здесь появится жилой комплекс с развлекательным центром и супермаркетом. Здесь двухэтажная. Там общая 6000 квадратуры. Там площадь будет торговый центр. И сзади два башни. Это каждым 49 квадратур. Общая 98 квадратур будет. А здесь скоро зашумят трибуны и полетят первые мячи. 23 декабря в Петропавловске откроют теннисный центр. Здесь 1200 посадочных мест. Заниматься также можно будет мини-футболом, волейболом и баскетболом. Стоимость проекта 2,6 миллиарда тенге. Это будет суперсовременное здание. Красивое. Четыре внутри и три снаружи. Зеленение надо сразу. Деревья повыше сажайте, повыше. Побольше, повыше сажайте. Мне кажется, маловато. И перед дворцом Минокорова тоже надо сделать. Завершение строительства этого объекта больше всего ждут дети. Во дворце школьников будет три этажа. Здание оформят в виде гантели. На главном входе посетителей будет встречать инсталляция дерева. С одной стороны детские кружки, с другой – зона IT-технологий. Подрядчики не должны отставать от графика. К концу февраля уже должно быть остекленение здания. То есть здание должно уже полностью форму иметь. Остекленение в феврале уже начнется с ее работы. Занятия для себя здесь найдут школьники разных возрастов. Это будет центр современных технологий, культуры и духовного развития. Готовится площадка и под новый театр на 500 мест. Его строительство обойдется больше, чем в 2 миллиарда тенге. Театр современный будет. На втором этаже у нас предусмотрен также вот здесь вот зал. Мы его расставляем как для проведения, да, холл такой большой для проведения мероприятия. Здесь предусмотрены все гримюрные шесткомнаты, репетиционные залы, что позволит уже большим театрам заезжать уже сюда с гастролями. В принципе, театр… Все мероприятия международного уровня можно проводить в данном здании. Театр должен быть, вот и подъездные пути, вот как запроектировано, вот такие должно быть. Посетил глава региона и площадки, где будут современные высотки. Поговорил с руководителями строительных организаций. В этом же микрорайоне за дворцом спорта скоро начнется возведение новой школы на 900 мест. Еще один объект, который на контроле Кумара-Аксакалова – реконструкция путепровода. Как мы сейчас видим, вот на текущий момент у нас по путепроводу практически все опорные части, то есть фундаменты все залиты, готовы. Краевые, береговые, значит, ригеля залиты. Работы до конца года, не до конца года, а в течение зимнего периода будут смонтированы, мост полностью будет смонтирован, ну, по нашим планам. По плану работы должны завершить в ноябре 2018-го. Дорожники обещают управиться в августе. Кумара-Аксакалов рекомендовал обратить внимание не только на качество строительства моста, но и на благоустройство территории и освещение. Последний объект – гостиница Кызлжар. Здесь 139 номеров, многие требуют ремонта. С 2015-го в здании делают модернизацию. В данный момент у нас появились работы касательно канализации. Поменяем стояки, технические моменты. Чтобы сделать, соответственно, ремонт в номерах, нам надо поменять канализацию и отопление, так как это все металлическое. Сейчас идет эта работа, да? Да, в данный момент все силы брошены на замену. На это уйдет полтора месяца. Систему отопления обещают сделать весной. Фасад тоже. Работа совсем практически не идет. Мы не можем быть удовлетворены таким положением дел. Поэтому, Марат Эмбайович, совместно с хозяином вызывайте, разговаривайте. В центре города находится объект. Когда покупали, наверное, вы должны были думать об этом. Кумарак Соколов отметил, сегодня идут переговоры со всеми бизнесменами, у которых есть объекты в центре города, не соответствующие эстетическим и современным требованиям. Кристина Горбаченко, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.